Российский этнографический музей хранит богатейшее коллекционное собрание по традиционной культуре тюркских народов, которое насчитывает десятки тысяч экспонатов конца 18-го, начала 20-го веков. В частности, эта композиция рассказывает о тюрках. С почетной миссией представить выставочный проект «Общий язык. Знак» Российского этнографического музея приехала Елена Герасименко. Тюрки, наверное, всем известно, что так называется группа народов, которая говорит на тюркском языке. Но, кроме того, это и название этноязыковой общности, которая сформировалась в первом тысячелетии до нашей эры в степях Северного Китая. И затем, в течение длительного времени, уже на протяжении первого тысячелетия нашей эры, расселилась практически на всем пространстве Евразии. И современный период развития тюркских народов, он характеризуется тем, что происходит некая консолидация на духовной основе. И происходит рост, увеличение интереса не только к культуре отдельных общностей, отдельных народов, но и к тем реалиям, которые объединяют весь тюркский мир. Собственно, и вот можно сказать, что определенным вкладом в это большое дело является и наша выставка. В последнее время тенденции развития музейного дела таковы, что в экспозициях выставляются копии оригинальных предметов. Российский этнографический музей представляет лишь подлинные экспонаты. И, несмотря на это, всегда открыт к сотрудничеству с другими городами. Замечательный проект интересовал нашего директора Асюльвовна Габышева еще в 2015 году, когда мы увидели, как проект экспонировался в Татарстане, в Казанском Кремле. Нас очень интересовало содержание этой выставки. И мы решили, что у нас в Якутии эта экспозиция тоже вызовет интерес среди населения, отклик и станет значимым событием в культурной жизни. Мы обратились к Российскому этнографическому музею, и они согласились и привезли к нам эту экспозицию замечательную. В экспозиции представлена культура 14 тюркских народов. Выставочное пространство разделено на две половины – мужскую и женскую. Одну из центральных сцен занимает юрта – жилище, имеющее большое символическое значение. Костюмный комплекс дополнен соответствующими экспонатами, которые могут характеризовать хозяйственно-культурный уклад. Это земледелие, это скотоводство, это воинские комплексы, характерные для мужского мира. Это основная сфера занятий и тематические привязки семейной, соционормативной культуры, которая характерна для мира женской культуры. Также это деление условное, мы постарались его несколько актуализировать, возможно. Мы постарались соблюсти вот это гендерное различие мужской и женской половины, которые образуют единство. Приобщиться к культуре тюркских народов есть у каждого из нас. Выставка «Общий язык. Знак» продлится до 7 декабря. В рамках выставки ожидается большая образовательная программа для взрослых и детей.